У нас заключен договор с нуждогазом в Украине на поставку газа для населения, но не заключен договор для бюджетных организаций. Эта сумма была 2,2 миллиона гривен, которую город выделил в счет авансовых платежей бюджетным организациям. Мы эти деньги перечислили, они туда зашли на их счет, получили ответ, что для того, чтобы мы заключили договор с вами на этот отопительный период, нужно еще 4,4 миллиона гривен за прошедшие периоды погасить. То есть то, что на сегодняшний день не выполнили. Ну, мы ждем, что ситуация поменяется. Вот постоянная переписка с ДТЭКом, получаем ответы, 100% оплата только после этого включения электроэнергии. Днепропетровск, ГАЗ вообще отвечает 100% и, наверное, будем работать по предоплате. Ну, сейчас ожидается принятие закона о распределительной, вернее, отмена постановления на распределительный счет, по которому мы получаем только 9% от оплаты за тепловую энергию. Отмена ареста счетов, это зависит от Верховной Рады и президента. И деструктуризация долгов перед Нафтогазом Украины на 5 лет, которую обещают сделать, и после этого списать штрафы и пенни, которые наросли за это время. Но документов нормативных нет, Василий? Нет еще, это только обещание, то, что от нас не зависит. Проект есть, закон Украины, сейчас он проталкивается в министерство регионального. Для того, чтобы закон, как говорят на украинский, набрав чинности, для этого требуется несколько событий. Первое событие, его должна принять Верховная Рада, большинством голосов 226, допустим. Первое. Второе, его должен подписать президент. Президент, как известно, некоторые законы просто не подписывает. Неподписание закона президентов не заставляет, не является, скажем, последствием того, что закон является законом. Все. И еще одно событие должно быть, кто забыл? Минюсте. Что, что? Законы не регистрируются в Минюсте. Для того, чтобы закон был законом, он должен быть опубликован. Публикация, самая ближайшая, это голос Украины. И его рядовый курьер, как правило, позже. Между подписанием президента и публикацией еще проходит минимум несколько дней. Вот и события, поэтому это минимум, я думаю, две недели. Это в лучшем случае уже отопление должно быть включено. Вот такая вот у нас история. Такая история политическая, да? По директорской задолженности у нас только население является должниками, но не считая жрява, с которыми мы договариваемся и взаимозачетом проводим. А с населением из-за больших судебных сборов, 1200 гривен за каждого должника мы сейчас платить не можем, потому составляем картотеку, ну реально работаем, контролеры ходят по домам, записывают те данные, которые мы можем получить. То есть на что рассчитывает потребитель, который они платят, может быть рассрочку, предлагаем заключать договора на субсидию и так далее. Работаем персонал. Я сразу расскажу вашим юристам. Они, когда им надо, они ходят по судам и платят судебный сбор. А когда им не надо, не хочется, они говорят о том, что в законе там надо платить судебный сбор, а это большая сумма для предприятия неподъемна. В законе Украины про судебный сбор и процессуальных кодексов предусмотрено такое событие, как просьба отстрочить или рассрочить уплату судебного сбора. Значит, если стучат в двери сто раз, на сто первый бывает откроют. Значит, некоторые судьи идут, некоторые судьи не идут. Что делается? Показывается тяжелое финансовое положение предприятия. Показывается важность подключения тепла. После этого пишется ходатайство. Отстрочить уплату судебного сбора до момента вынесения решения. Вот это самый лучший вариант. Решение вынесли, вашу пользу заплатили. Вот такой вариант. Потому что так у нас тогда дебиторка вырастет уже за шкалей. И тем более, вы же отключить тепло, как правило, не можете. Понимаете? А некоторые даже, знаете, говорят, а пускай отключат нам тепло. Вот и хорошо. Не надо дозволы ходить просить. И по экскаватору, я считаю, это была ошибка предыдущего руководства. Я считаю, покупать экскаватор для тяжелой ситуации предприятия, при том, что это бюджетные деньги, это было... Ну, я не хочу развивать тему, но это было неправильно, мягко скажем. Это было мягко не сказано. Хотите еще раз коммунальное предприятие с тяжелым финансовым положением купить какую-то технику? А если область будет получать, то тем более будет регистрация только управления ЖКХ. Мы зарегистрировали, вам дали в пользование. Все, пользуйся, работай, ради Бога. Пришло время забрать технику, вас ее не заберут, потому что техника регистрация у нас. Все. Так как депутаты и политики квартиры регистрируют на своих жен, детей, там, и бабушек, БМВ, там, Мерседес, на бабушку 80-летнюю. Среди, дальше. По зарплате, из-за неясностей с Державной Воконавчей Службой, у нас зарплата августа получилась заморожена, так скажем. Сейчас мы начали выплачивать частями зарплату с сентября месяц. Будем по мере поступления средств частями, долями по участкам. 40% выплатили основным производственным участкам. Державная Воконавчая Служба, там, у нас с 5 октября. А деньги есть на счету этого? Нет, те, что были деньги, арестовала Киевская. А, ну деньги были? Да. Ну не на всю сумму, ну, по крайней мере, часто. То есть, вот так вот у нас теплосети играют. Когда кто-то рассказывает по поводу разрешения на автономку, вот я всегда говорю, послушайте, как у нас состояние с централизованным отоплением будет в этом году. Вот и послушайте, как в этой ситуации поступать. Какое еще решение принять? Политическое? Политическое не принимается решение. Расрочку не дают, счета с арестами не снимают. Не снимают. Вот такая ситуация. Олигархия называется такое правление. Слияние олигархов с политиками.